О проблемах и их решениях. В поселке Спутник Черноморского городского поселения состоялся сход граждан, главной темой которого стала проблема водоснабжения в поселке. По словам главы поселения Дениса Левагина, проблема решится в течение этого года. Стоимость проекта уже определена, однако строительство водопровода и прокладка коммуникаций – процесс трудоемкий и непростой. Надо 800 метров трубы, и мы будем эту трубу прокладывать обязательно в этом году и решать вопрос по прокладке через федеральную автодорогу. Это та единственная загвоздка, которая может возникнуть у нас в решении данного вопроса. Но мы однозначно в текущем году эти планы будем выполнять. Помимо основного вопроса активно обсуждались проблемы дорог в поселке, капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из ветхого жилья. Помимо главы поселения и заместителя главы района Марины Наумейко, на встрече присутствовали специалисты районной администрации, которые дали исчерпывающие ответы на вопросы граждан. Все проблемы, отмеченные на встрече, взяты на контроль поручений. Также в этот день состоялось рабочее совещание по техническому состоянию Ильской библиотеки. В зале районной администрации состоялось очередное планированное совещание. С докладом по итогам работы в 2018 году выступил начальник управления архитектуры Северского района Николай Семенцов. На территории муниципалитета полномочия в области градостроения городскими поселениями выполняются самостоятельно, сельскими районной администрации. Исключение составляет вопрос по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Здесь администрация района выполняет полномочия самостоятельно по всем поселениям. В 2018 году разработаны и утверждены генеральные планы, внесены изменения в правила землепользования и застройки поселений. В сфере жилищного строительства на территории района в 2018 году введено в эксплуатацию около 70 тысяч квадратных метров жилья, 275 квартир за счет многоквартирного жилищного строительства и 530 домов за счет строительства индивидуального жилья. Учитывая изменения, внесенные в градостроительный кодекс в августе 2018 года, теперь не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию жилья. Но для регистрации права собственности необходимо подавать уведомления об окончании строительства. С 1 января 2019 года необходимо подавать уведомления о начале строительства дачного или садового дома. При этом ранее для строительства дач не требовалось получать каких-либо разрешений. За непредоставление сведений с января этого года предусмотрена административная ответственность. Также на встрече обсудили ход выполнения работ по замене 5% сетей водопроводно-канализационного хозяйства и наведения санитарного порядка в поселениях района. Проверяйте деньги, не отходя от кассы. В зале отдела МВД по Северскому району провели круглый стол с предпринимателями на тему «Внимание, фальшивка». Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями рассказали предпринимателям о мошенничестве, коррупции и фальшивомонетничестве. Именно эти три вида экономических преступлений, пожалуй, и являются основными флагманами теневой экономики района, пояснил начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Юрий Самарский. По его словам, раскрываемость преступлений, связанных с подделкой банкнот, по-прежнему остается на низком уровне. По результатам анализа 2018 года у нас в районе происходит и начинается очень такая отрицательная тенденция в плане появления фальшивых денежных знаков. Особой популярностью у фальшивомонетчиков пользуются купюры достоинством 5000, 1000 и 2000. Подделать эти банкноты, если учесть технические возможности, имеющиеся у преступников, не составляет особого труда. Причем зачастую сбыт поддельных купюр осуществляется через розничные сети. Лидером по количеству выявленных подделок в нашем районе является сеть магазинов «Магнит». В своем обращении к предпринимателям сотрудники полиции настоятельно рекомендовали провести разъяснительную работу с персоналом, занятым на приемно-кассовом обслуживании. Обучить их элементарным навыкам, как распознать фальшивку от подлинника, а также какие меры необходимо предпринимать в случае выявления подделки. «Алгоритм этого совместного действия нам нужен прежде всего от вас. Вам проще в каждом объекте, как говорится, взять, поставить это на контроль, проверить и все. И все будем жить мирно, дружно и счастливо. А кто будет попадаться у нас, нам будет проще его найти, сразу же, как говорится, принять меры, исчерпывающие задержание данного лица и проведение с ним дальнейших оперативно-следственных действий». В завершении круглого стола каждому предпринимателю выдали информационные листовки и алгоритм действия при обнаружении фальшивки, который юридические лица обязуются разместить в общедоступных местах в своих торговых точках. Елена Меркатан, Владимир Галуцкий, телерадиокомпания «Атаман». Комната пакистанца Билала Асифа украшена необычными творениями. Мастер создаёт их из деревянных цветных карандашей. Из этого материала сделаны лампы, кресла и другая мебель. Картины на стенах – тоже из карандашей. Сейчас Билал делает качели. Мечтает, чтобы они попали в книгу Гиннесса, как самые большие в мире качели из карандашей. «Соружусь днём и ночью. Преодолеваю разные сложности. У меня изранены пальцы. Ремесленничество – нелёгкая работа. Я делаю всё в одиночку». По профессии Билал – часовой мастер, но карандаши – его страсть с молодости. Для него эти хрупкие цветные палочки – символ спокойствия, гармонии и мира. «Я хочу, чтобы качели из карандашей стали примером для всех. Эти радужные цвета помогут нам искоренить терроризм. А сами качели покажут начинающим мастерам, что каждый человек – супермен. Каждый способен творить, если верит в себя». Мастер делает качели уже несколько месяцев. На их украшения нужно много времени. Завершить планирует к концу года. Билал создал множество и других творений. При этом никаких схем он не составляет. Всё, что придумал, держит в голове. У пакистанца грандиозные планы. Потом он собирается построить из карандашей дом, который станет своеобразным музеем для необычных изделий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова